здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас непривычная передача там что обычно я сижу там но сегодня у меня гость поэтому мы решили за чашкой чая непринужденной обстановке разговаривать на тему агыска турков и сегодня мой гость фуат пепинов заместитель председателя общества в т.н. в россии с 1993 года если я что-то 91 года ага 91 год и фуат с тех пор занимается проблемами агыска турков и это было постсоветское время я думаю что в советское время фуат ведь тоже был этим нет только постсоветское время да и отлично знает тему ферганских событий и в том числе и тему проблем агыска турков в россии краснодарском крае в том числе и кубани как оттуда были все эмигрировали в соединенные штаты и в том числе мы будем говорить о сегодняшнем состоянии агыска турков я хочу чтобы фуат бей во первых я вас приветствую от имени своих зрителей и давайте пообщаемся с вами глоток чая сделаем чтобы у нас такая беседа у нас непринужденная между собой общаемся вот хотел у вас услышать то наверно наши передачи смотрите даже смотрите по понедельникам каждый понедельник понедельник турецком на русском говорим вы решили выйти на наш эфир и что-то сказать свою точку зрения вот я думаю что в вашу точку зрения не только мне нашим зрителям тоже интересно а вот хотелось бы вас услышать чтобы вы хотели говорить нашим зрителям исходя из тех передач которые у нас было до сих пор по понедельникам связано с агыска турками спасибо большое флаг и очень затронут вашим вниманием дело в том что как раз таки я хотел сказать это не является продолжение тех передач которые вы или тема наша не продолжение этих тем она чем-то наша большая обшивка касается не только то что вы уже говорить вот я хотел немножко поговорить и вообще говорить побольше об истории о состоянии дел все что мы переживали переживаем начнем начнем 44 года или с фарганских событий дело в том что это настолько большие разные темы что нельзя объять сразу в одной передаче давайте начнем с фарганского если вы не против значит давайте 44 года сейчас тяжело будет она будет перекликаться с вашими предыдущими передачами сейчас хотел бы затронуть очень интересную тему мне кажется да вот недавно были дни это шлифт юрганских событий это июнь месяц такая интересная тема для понимания всяких вот таких явлений как депортации наша другие и наше положение вещей почему наши проблемы на что-то напалкиваются да вот это я хотел бы вам рассказать конечно дело в том что примерно по моему уже полтора года назад в наших сайтах в монстратах было опубликовано письмо обращение представителей узбекской интеллигенции по поводу фарганских событий это очень интересная вещь дело в том что я все эти годы ждал ожидал какая когда нибудь будет какая нибудь реакция на эти события вот самая узбекская интеллигенция это же происходило у них вот и и вот я дождался было очень интересно письмо где они говорили что они ну как я не какое-то определенное что они сожалеют о этих событиях я конечно ждал этого но я хочу сказать что по моему мнению глубокому убеждению вины узбекского народа как такого я вообще не предполагаю и не вижу и хотел бы объяснить свою позицию многие между прочим вот из по нашу передачу можно судить даже по комментариям до сих пор обвинаю обвиняет узбек по отношении к это естественно они испытали такой шок что я бы тоже если там жил бы это уже мог бы обвинить но я сейчас говорю не об этих чувствах а попытаюсь по анализировать вообще давайте попробовать она возникла и что и такое было на самом деле вот что может быть интересно дело в том что ну вдруг неожиданно совершенно неожиданно возникли какие-то разговоры о том что называет что-то неприятное что-то нехорошее в отношении неожиданно и так же неожиданно все прислушивались но не подавали большого значения но вот так же неожиданно неожиданно возникают толпы разъявленных молодых людей вооруженным богом и чем разом подручным все это которые бегают по селу крушат ломают бьют убивают убивают клубника была сейчас я скажу о клубнике клубника потом появился нет нет клубник появился но сейчас о ней скажу потом вот эти толпы разъявленных людей все это сметают самый интересный момент что все растерянности первые дни и сами соседи узбеки в ужасе смотрят на этих людей в них нет ни одного знакомого лица или кого-то из этих их понятно совершенно непонятно откуда появились неизвестные люди откуда появляется все крушат более того они перемещаются с места на место более того через некоторое время они настолько уверенно себя чувствуют безнаказанное уверенность что толпами уже нападают на пришедшие на помощь войска которые не могут стрелять но пытаются оградить жертв от них осмелевшие совершенно безнаказанностью правда единственное место где им дали так сказать по зубам это когда в Куласае собрались сами наши архалцевские турки собрались быстро организовали группу гадали сопротивление довольно такое серьезное они там отошли но это были не войска это были сами же архалцевские турки ну хорошо то хорошо откуда появились более ста более ста убитых так это первые дни только первые дни да недоумевающий глава Узбекистана в этом время находится в Москве и какие то пытаются объяснить что все его вызвали или он и так там не 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 он находился в Москве в это время проходили там какие то совет и прочее он находится в Москве к нему обращаются по этому поводу он выше да вот клубни продавали что-то не поделились вспыхнула ссора 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 перешла в драку такую драку что возникли отряды которые бегают и ломают и крышат и их невозможно остановить и это продолжается они один-два то есть главе Узбекистана доложили что это все-таки причиной недовольствия было клубника я не могу сказать доложили ему но он же так объяснялся или он был в курсе дела это мне трудно понять может он тоже играл в какую-то игру тоже не знаю не будем говорить о том что нам непонятно не доказано это на его это на его собственность да что и возникает возникает конечно необходимость помощи в центральной власти туда прибывает Рыжков премьер министр тогда еще Николай Рыжков Николай Рыжков прибывает туда видит весь этот ужас видит как отцепление войск не может сдержать вдруг набеги этих людей вооруженных что это продолжается и он начинает принимать какие-то меры появляются большие самолеты готовые к эвакуации и поверьте что на глазах у Николая Рыжкова слезы и я совершенно уверен что это искренне человек увидевший такое не выдержал даже расхлакался и тут я хочу сделать такой немножко переход маленькое отступление ну просто в семейном миле это уже известно это знаменитая книга давно вышедшая Виктора Сурова называется ледокол виноват аквариум извините аквариум вот и всякие прочитавшие эту книгу многое так сказать может понять о механизме работы спецслужб главная принципиальная особенность спецслужбы заключается в том что когда им поступает ну как вышли выходит из прочтения этой книги когда им поступает заказ причем не важно начальника подчиненным не важно какого уровня самого низшего или самого высокого и даже самого высокого то заказчик формулирует свою просьбу задачу в чем как она будет выполняться какими способами какими средствами заказчику это совершенно неизвестно он даже не имеет права знать он узнает результат 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 будут знать все да но он действительно не подразумевает как это будет выполняться какими средствами за счет скольких человек сколько жизни будет уходить и поэтому реакция их может исполнить естественность и николай ушков конечно плакал совершенно естественно видевать это ужас понятно да вот я хочу сказать еще один момент как раз в эти дни в москве ну когда начались эти события знакомые нас ну довели меня да Тимур Пулатова Тимур Пулатов да это был председатель Народного фронта Узбекистана находился в Москве ну вот беседы с ним я хорошо помню он говорил что ну Народный фронт обозвание такое ну рыхлое там есть разные группировки естественно что он искренне совершенно так же как я ошарашен недоумевая в ужасе и прилегает все усилия для того чтобы как-то повлиять на эту ситуацию был он совершенно искренне в этом совершенно не сомневаюсь при этом он добавлял что да могут от нашего время это делать это даже нам было понятно еще и но этих событий но мы не жил так более того мне как раз таки показался фотографии показали какую-то как турки турки играют в футбол с головой ребенка да понимаете понимаете дело в том что это организация общественная да она уровень профессиональные недопустимые невозможные общественные организации это работа спецслужб монтаж фотографии тогда даже было смешно на это дело смотреть так так вот тему плату что он совершенно бессилен повлиять на ситуацию потому что они не обладают ни ресурсами невозможностями но ничем это можно каким-то и вот возникают эти громадные самолеты предлагают их эвакуировать в россию тогда еще советский союз предлагают другого способа нет другой возможности нет ничего интересного момента естественно эвакуация происходит тут же издаются ну какие-то брошюры не-не-не-не-не ну указы или как-то о том что все прибывшие все эвакуированные будут располагаться в определенных районах России Орловская Курская Краснодарская нет что как раз таки как раз таки и нет вот в этих районах да от них туда вывозили по какому принципу их выбирали эти районы по принципу малозаселенности рабочих не хватало рабочих не хватало но как говорится и на том спасибо спасать не надо очень понятно что спасать не надо большое количество самостоятельно винулись в Азербайджан к своим родственникам побежали туда их там встречали в Азербайджане это мы уже все знаем расселяли в этих как могли вот теперь я хочу сказать что пока происходила вот эта эвакуация еще один интересный момент пока происходила эта эвакуация между делом переселенцы в Азербайджан были они хотели их там ждали в это время вот ко мне подходили ну подходил несколько человек с картами и говорили следующее прошу прощения это в Москве все происходит а что за карта были карта местности я немножечко сейчас я сейчас хочу переключить немножко когда происходили митинги в Москве после фирганских событий о том чтобы проявлять внимание как нам жить дальше вы говорите да в Москве тогда я впервые помкнул к этому движению нашему подходили люди с картами и говорили ну давайте там вы там кто-то посмотрите есть хорошие предложения по поселиться всем выбрать местом поселения территорию между Калмыкией и Кагестаном между Калмыкией и Дагестаном то есть Волгоград Калмыкия Дагестан и их заселяют между Калмыкией и Дагестаном ну как буферные буферные нации сегодня а завтра какой она будет нации которая будет между Калмыкиями и Дагестанцами которые не слышали не подозревали что к ним таких соседей подселяют они их не звали это их территории вдруг к ним поселяют вместе с тех турок не спрашивая ни у кого ни у Калмыков а это решение советских властей было нет это не было решение советских властей конечно это было предложение от высшего руководства советского союза или представители августа нет это уже происходило не это уже я что это уже происходило когда было уже блин партии понятно перестройка и партия перестройка это происходило одно из руководителей одной из партий которые сегодня баллотируются в Госдуму да как бы на него ссылались естественно я его не видел от него не слышал ни в коем случае нет ну ссылались на него нет не Жириновский не Жириновский ну та там вообще была какая-то остается кто Явлинский ну не будем сейчас об этом говорить интересно да зрителям тоже интересно кто судьбу народа решает на таком уровне не а почему судьба народа предлагает что вкрыть этот вопрос будет там или такой человек будет ходить во власть хорошо говорите гуманными соображениями гуманными соображениями исключительно исключительно естественно со слезами на глазах о том что ребята вас надо спасать а что с вами делать давайте вас поселим между Калмыкией и Дагестаном кстати нам потом разные предложения проходили это не по этой теме по другой я могу вспомнить предложение участвовать в Абхазии но это другая тема можно заселиться в Абхазии отдельная тема но это как бы в Грузии как ни крути уже нет нет но это не имеет отношения никакого к феврганским событиям мы можем отдельно поговорить потом ну мы эту заметку сделаем что Азус Катурков предлагали еще в Абхазии заселять ну давайте пока про Калмыкию продолжим да ну ну тогда значит Иисус Сарваров был лидером этого движения я у него был как помощь помогали помогали да еще до создания этого общества еще вот ну категорически отвергали разумеется да но устойчиво помогали ну дальше дальше разговоров не было понятно не приняли предложение не было да далее опять же в одном из районов например могу вспомнить что один из активистов наш подруга сейчас жив захочет подтвердить захочет нет это я не могу сказать за него но он говорит что подружившись местным районным каким-то руководителем этих служб у него в кабинете за дружеским разговором после возлияния или нет ему показывают карту которые живущие за год до фирменских событий что желательных мест куда будут заселять и усилились а что за местности интересно ну вот я сказал это район в одном из этих районов вот это вот человек он сам видел говорил уже не вот но это это даже не принципиально не важно но по сути это вот так но там тонкая была тонкость люди конечно пережив это суровое условие непривычно совершенно не могли соображать что делать и как дальше жить и потянулись к Краснодарскому краю поскольку там в это время констатары активно уезжали оттуда в северную родину и там уже жили миссионские турки самое интересное жили там миссионские турки приглашенные туда на работу по найму их приглашали на сельхозу работу за лет пять-шесть до этих событий они там уже жили некоторые да и такая волна волна такая начала собираться на Краснодарском крае и тут им сказали что нет мы вам паспортов не дадим ничего не дадим вы обязаны жить в тех краях куда вас переселили вы тут не шутите паспорт только там где мы вам скажем да естественно но в чем значит ситуация дело в том что на самом то деле это обозначено было что туда переселяют люди переселяют сюда получат финансовые вознаграждения а в других местах финансовое вознаграждение не будет но никакого запрета быть не могло уже в то время да это уже свобода человека вот за передвижение тем более советская конституция при пристройке это все выдумки еще из краснодарских властей что здесь им запрещено селиться это быть не могло просто 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 не давали вот этого финансовое вознаграждение если ты такое место понятно но это игра долго играла в государственном крае о запрете лет 20 они ссылались на этот запрет что вас переселили не сюда то есть в 80 в 80 году до 2006 года у них была такая проблема что так как вас здесь никто не ждал соответственно гражданство и всех остальных гражданских прав вас не будет плоды это же отдельная тема она и жутка тема книгах правозащитников сейчас очень сильно забываем не будем все это с темы вот вы в начале нашей беседы говорили про спецслужбы которые инициировали или провоцировали ферганские события и я чувствую прям да что вот мы сейчас комментарии не можем читать но я чувствую что люди в комментариях пишут а что за спецслужбы кто провоцировал кто инициировал кто заказчик если вам об этом что-то известно говорите я вам тогда напомню про сумгоэтические события нет одну секундочку значит мне это ничего не известно ни одного это мои умозаключения мои логические умозаключения я сказал в чем они заключаются это совершенно понятно что мне понятно что как они объясняют что этот народ созрел до погромов народ не созрел до погромов узбекский народ не созрел до погромов это было сделано искусственно а кем оно было сделано это вы уже сами можете догадываться я не имею никаких фактов нет ну я подумал вот может вы знаете вы так уверенно сказали про спецслужбы нет а у меня нет я ссылаюсь на книгу Суворов которая мне объяснила что такие дела делаются только со спецслужинами еще раз хочу напомнить что в Советском Союзе в котором я жил вы только еще подумать о чем-то если захотели уже становилось известно известно да уже обсуждали я хорошо помню как мне один человек объяснял что в Советском Союзе когда я жил что ловить преступника тьфу плевое дело что такое поймать преступника если он совершил преступление это не плохая работа этих МВД или там кого хорошая работа когда он задумался об этом его поймать вот это хорошая работа понятно вот на этом принципе и все построено фады я вам напомню про знаменитое рассказывание Сергея Ервандовича Кургиняна про сумгаидские события вы наверняка это слышали в принципе между сумгаидскими событиями и ферганским событиями большого промежутка нет оба произошли в конце 80-х годов и абсолютно одинаково там он что говорил вы помните если вы не знаете запомнить все что говорит Кургиняна не 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 очень важное очень важное а он может там говорит что одно и то же говорит да он говорит что сумгаидские события были спровоцированы не с азербайджанской стороны не с армянской стороны были специально обученные люди которых Кургиняна между прочим по сравнению с вами отлично всех знал поименно он так говорит поименно я потом поставлю чтобы все на нашем канале кто смотрит это все видели поименно которых все знал спровоцировали сумгаидские события то есть они сначала стравили азербайджанцев против армян потом армян против азербайджанцев и пошло поехало сейчас вот вся вот эта вот карабахская война первая карабахская вторая карабахская все армянское население которое хоть каким-то образом хочет себя оправдать в войне против азербайджана приводит в пример что вот все началось сумгаидских событий даже на высшем государственном уровне пашинян и качарян в свое время во время встречи с Гейдером Алиевым в Женеве тоже привел пример что вот все началось с сумгаида а сумгаид так же как и фергана началось с заказа спецслужбам определенных сил спровоцировать межнациональную войну между азербайджанцами и армянами в том числе и двумя братскими тюркскими народами агыско-турки и узбекские турки да вот что я хотел вам напомнить да 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 это хорошо напомнили кстати это любимая то есть тут российская интеллигенция вся построена на этом они говорят а сумгаид я хочу сказать лучше на это возраст последний а сумгаид дело в том что вот сказали что вы натравили азербайджанцев на армян азербайджанцев дело в том что в сумгаиде спецслужбы даже не могли найти элементарно вожака этого погрома среди этих азербайджанцев это опять же меня там не было я говорю со стороны вот глядя на эту все известно что это же был Эдуард Григориан который сейчас Сергей в посреди под Москвой живет видимо надо было найти такого активного который может поднять людей говорить что-то что-то говорить осмысленное в этом плане вот для погромов об этом и речь но увы они даже не могли найти даже среди вот этих как погромщиков да две минуты послушать пожалуйста что именно сотворилось ну к примеру могу вам со всей ответственностью сказать что когда там зверски убивали предположим армян в начале и издеваясь над ними осуществляли некие ритуальные действия делали это не азербайджанцы а делали это вообще люди со стороны нанятые представители международных структур частно мы этих представителей просто знаем по именам знаем каким структурам они принадлежали тогда и каким структурам они принадлежат эти люди так сказать бывают убивали и облицzin подключались мы nicht азербайджанцев, потом убивали азербайджанцев, подключали к этому делу армян, потом сталкивали азербайджанцев и армян, и начиналась вот эта управляемая напряженность, при которой с двумя довольно образованными народами, учитывая их непростую совместную историю, играли так, как с племенами, знаю, зулусов и их противниками, как с африканскими племенами. Мы это все увидели сходу, увидели все, что за этим стоит. Именно представитель того народа, который обвиняет Азербайджан в самгайских событиях, подтверждает, что самгай было сделано представителем международных сил, которые были заинтересованы в разжигании международных войск. Да, совершенно верно, тут как-то уместно напомнить следующий момент. В стране, советский союз был такой, спецслужбы, иерархия спецслужб, естественным образом, да, там не могло быть автономных спецслужб. Там смысл, структура, естественно, очень такова, что не может существовать самостоятельной Азербайджанского отделения, Узбекского отделения, как бы, этого в природе не может быть, ее сама на этом поставленном струбе. Она существует в государстве совершенно автономно, самостоятельно, внутренне свои законы какие-то определенные, и выполняет какие-то свои определенные задачи. Это естественно, иначе и быть не может. И потому, когда произошел распад СССР, в смысле, на республике, наивно полагать, что какие-то спецслужбы на местах подчинялись местным властям и выполняли ее задачи. Это глупость. Так что это существовало, и, по-моему, по инерции очень долго должно было существовать. Но просто немножко мне все время обидно, что Карабахский конфликт был поручен спецслужбам, сотрудникам очень низкого профессионального уровня. Все это делалось настолько дубово и коряво, да, что просто я помню все эти последовательности этих событий, да, как самоопределение. Чем? Ну, чем все это было? Присоединение к Армению. Не, не в этом дело. Как все это организовывалось? Какая последовательность этих действий была? Помним все. Сначала пошли забастовки Карабахи, типа работать не хотели. И вообще о существовании мощной организации в Советском Союзе, независимо от любого, это просто наивность какая-то жуткая. Дыхание было известно в этом самом... Если только подумал о какой-то организации, то, что существовать, какая-то подпольная организация, которая Карабах существовала, независимо ни от чего, это просто какая-то дикая наивность. Да. Хорошо, вернемся к Арыско-туркам и событиям в Пергане. Мне вот... Я просто вернулся на тот ваш начало разговора, исходя от слова «заказчик». Вот, может быть, вы нам бы сказали, кто заказчик всего-всего этого. Для наших зрителей было бы очень интересно. Ну, это все рано или поздно становится явным. Сами понимаете. Вы не по раму обращаетесь совершенно. У меня исключительное заключение. Естественно, заказчик может быть совершенно других представлений. Может быть. У него в голове, что у него было, почему это он делал. Это из самых благих намерений может быть. Может быть, превозош. Поэтому нет смысла нам это обсуждать. Это бессмысленно. Конечно. Это дело других людей. Все-таки в результате вот этого заказа погибли немалое количество... Нет, просто я хочу сказать, что сама природа государства была так хороша, что по-другому там этого и быть не могло. Вот в чем все дело. Это так все делалось. И когда сегодняшние общественные деятели России с удовольствием говорят, как-то сумгаид, как точка невозврата, как когда начинаешь, логика какая-то доходит, почему нельзя жить совместно. А как же сумгаид? Вся бывшая столетняя совместная... Это не жива. А сумгаид, позвольте, не рождался в недрах этого народа. Никаких организаций, я уже сказал, что быть не могло вообще никогда общественных тайных, да, все знают, чем это все кончалось. Умер в России очень много. Уж кому как ни в России не понимать, что такое там тайная общественная организация, что их ждет и как их направляет, если они существуют. Все-таки инстуденты были даже радиостанции, которые транслировались там пиратскими волнами, если все это помните. Ну, их глушили, конечно. Нет, это другая работа. Это все, я понимаю, все нормально, это все другая работа. Я просто, к сути вот этих обвинений, кто, чего, почему фергана, почему сумгаид, а только о том, что, ну, а помните, это же никакого народного изъявления по фергане, это не было и быть не могло. Понятно. Это все... Хорошо, Флотбей, мы говорим с вами более полчаса. И, как правило... Ну, наверное, это уже... Это переборная. Ну, так скажу, да, вам наши... Ну, не только наши, да. Ютуб-передачи, они в большом количестве времени уже надоедают зрителям. Ну, еще, еще. И, соответственно, уже дальше, если вы даже заявите сенсационное заявление нашим зрителям... У меня не бывает, мало ли, да, вдруг что-то, да. Это будет настолько незаметно, что люди даже на это не обратят внимания. Давайте мы нашу такую первую ознакомительную передачу на этом закончим. Да, да, закончим, конечно. Я вас попрошу, как человека, очень близко знакомого с проблемой русско-турков, начиная от 44-го года, продолжая ферганскими, кубанскими, краснодарскими событиями, и на сегодняшний день, если вы следите за нашими эфирами, мы хотим добиваться реабилитации, получения репараций, или там компенсации, да, лучше назвать, будет грамотнее. Ну, и вашу точку зрения нам было бы интересно по этому поводу. Поэтому в последующих передачах, в последующих встречах я вас попрошу прокомментировать нашу деятельность, связанную, как бы, на вашу точку зрения, как человека, проживающего в России и возглавляющего организацию ауско-турков ВТН на высшем уровне, вы, как бы, заместите подседателя. И хотелось бы услышать вашу точку зрения, и, соответственно, ваша точка зрения, она может отличаться от точки зрения ауско-турков, проживающих в Соединенных Штатах, а также от точки зрения ауско-турков, проживающих в Турции, да, есть такая организация, как ДАТУ. И, соответственно, мы это хотели бы сравнивать и узнать ваше мнение. Поэтому я хочу, чтобы вы повторно принимали участие. Если вы это интересны, кому-то вообще. Ну, посмотрим, вот после первого эфира, после первого ознакомительного эфира, посмотрим, насколько это все будет интересно. А дальше продолжим. Хорошо. С удовольствием, и я очень рад, что вы этому уделяете внимание. Это очень важно для нас, вообще-то говоря. Очень важно. Очень важно. Спасибо вам за это. Вам спасибо за участие в Адбей. Мы на этом заканчиваем нашу беседу, и будем надеяться на продолжение. С удовольствием. Спасибо. 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 Спасибо.